Доброе утро. Здравствуйте. Владислав Завьялов, я Анастасия Чернобровина. Рада приветствовать вас. Просыпаемся вместе с вами также продолжаем. Ну а сейчас история о том, как поссорились хозяины Жевского магазина и сосед сверху. Вывеска на балконе стала причиной многолетней тяжбы. Зато благодаря хитрости ижевчанина его балкон теперь местная достопримечательность. С недавнего времени балкон Льва Миролюбова среди ижевчан место популярное. Фотографии обошли социальные сети и городские форумы. А прохожие с удовольствием фотографируются на память. Да, часто бываю. На этой остановке центральной улицы все-таки. Недавно вещи стали появляться над магазином. Ну, смешно вижу, как прохожие тоже фотографируют, ходят. Вот только самим участникам спора, хозяину бутика и собственнику квартиры не до смеха. Противостояние длится уже пять лет. С тех пор, как на балконе однажды появилась модная вывеска. Он просто мне сказал, пока тебя дома не будет, повесим. То есть, будешь попробовать что-то снять, это будет уже халиганство, мы тебя засудим. Вот. И мне просто соседи посоветовали тогда. Ну, говорит, никто тебе не запрещает вешать белье, сушиться. Белье, оно сухое абсолютно. То есть, уже, ну, я просто считаю, что, может быть, еще пусть повесит немножко, посушится. По словам Льва Миролюбова, суд уже был. Он-то и постановил вывеску демонтировать. Однако, воссыны не там. У директора бутика своя правда. Вот только разговаривать со съемочной группой в магазине никто не стал. По словам юристов, дело тут действительно нелегкое. Правы могут оказаться оба. И самый лучший вариант – просто договориться. К тому же, добавили юристы, вывешивать белье на всеобщее обозрение тоже противозаконно. Портится облик города. Хозяин балкона об этом прекрасно знает, но других мирных способов борьбы пока не нашел.